Такое видео вышло буквально час назад на канале Неон. В нем утверждается, что это китайские киты дампят биткоин прямо на наших глазах. На счет 3 обваливают цену главной криптовалюты. И снова Китай что-то запрещает. Блумберг Крипто сегодня сообщил, что китайский центральный банк назвал криптовалютные транзакции незаконными. После этого биткоин резко упал. Эта ситуация очень сильно похожа на эту в 2017 году в начале сентября. Тогда Китай тоже что-то запрещал, тем самым обвалив цену биткоина с 5000 долларов до 3000 долларов. Отличная была возможность для покупки, не так ли? Ведь посмотри, что было потом. Даже после всех этих медвежьих рынков биткоин вырос до 65 тысяч долларов. Но конечно же тогда, когда это происходило, люди были в панике. Они очень боялись. А в комментариях было полным-полно хейтас. Приблизительно столько же, как и сейчас. А значит хорошее время для того, чтобы докупиться битком. Не так ли? Ничего не меняется. Вот сколько раз биткоин был запрещен Китаем за последние 8 лет. Мы видим в третьей колонке то, насколько биткоин вырос с тех пор. Похоже, что запрет биткоина Китаем очень-очень хорошее событие в долгосрочной перспективе. Вот и сегодня Народный банк Китая запретил криптовалюты, вызвав активную распродажу монет, включая и биткоин. Но знаешь, что самое интересное? Это фейк, который активно распространяют СМИ, даже такие крупные, как Блумберг. Но это еще не самое интересное. Самое интересное заключается в том, что Блумберг и другие СМИ публикуют фальшивые новости про биткоин в то время, как Китай печатает юани на сумму около 100 миллиардов долларов. Блумберг породил откровенно фальшивые сенсационные новости, из-за которых цена биткоина потеряла 2000 долларов за какие-то несколько десятков минут. Блумберг сказал, что Китайский Центральный банк сегодня, 24 сентября 2021 года, запретил криптовалюты и криптовалютные транзакции, при этом даже не указал источник. Это неправда. То, что сегодня Центральный банк Китая сказал, это лишь повторение всего того, о чем он говорил раньше, в 2017, 2020, 2021 и так далее. Я нашел оригинальное объявление Центрального банка Китая, конечно же оно на китайском, но давай его переведем и прочитаем. Посмотрим, что тут сказано. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью. Осуществление легального бизнеса по обмену валюты и виртуальной валюты, также обмен между виртуальными валютами, покупка и продажа виртуальных валют в качестве Центрального контрагента, предоставление информационных посредников для операций с виртуальными транзакциями, финансирование выпуска токенов, операции с деривативами виртуальной валюты и прочие, связанные с виртуальной валютой деятельности, строго запрещены в соответствии с законом. Лица, осуществляющие эту незаконную финансовую деятельность, совершают преступление и подлежат уголовной ответственности. Звучит очень страшно и действительно кажется, что Китай забанил криптовалюту, запретил биткоин и все, можно сушить ласты. Но дело в том, что Народный банк Китая называет криптовалюты и деятельность с ними связанную незаконной уже много-много лет подряд. И ничего до сегодня не изменилось, кроме того, что Bloomberg, а затем и остальные новостные ресурсы распространили громкое название «Китай запретил криптовалюты». Единственное, что добавил Банк Китая к своей старой риторике, это то, что люди в Китае, которые помогают зарубежным криптокомпаниям и криптосервисам, могут быть притянуты к расследованию своей деятельности. Но что тебе не расскажут ни Китайский банк, ни СМИ прямо сейчас? Это то, что Народный банк Китая прямо сейчас на фоне кризиса Evergrande, на фоне долгового кризиса недвижимости, включает печатный станок. Давай переведем. Центральный банк Китая включает машину для печати денег, чтобы печатать миллиарды долларов каждый день. Это новость от 23 сентября 2021. Я снимал видео о том, какой долговой кризис сейчас назревает в Китае, и он гораздо серьезнее, чем Evergrande. Я говорил, что им придется печатать деньги, чтобы решить эту проблему. И вот как ее решает Китайский Народный банк. Он печатает юани, печатает деньги. За последние пять дней он опечатал юани на сумму около 100 миллиардов долларов. И это еще не предел. Конечно, это приводит к обесцениванию юаня, падению покупательной способности китайской валюты, как следствие к обеднению населения. Чтобы граждане, не дай бог, не начали искать пути спасения от инфляционной бомбы, как это было в других странах, например, в Турции, в Иране, в Венесуэле. Где биткоин на фоне обесценивания национальных валют становится очень популярным, Народный банк Китая просто отвлекает их, пугает их, запугивает. А Блумберг искажает их слова до состояния фальшивых новостей. Помнится, однажды и сам Блумберг жаловался на фейковые пресс-релизы, которые влияли на цену криптовалюты и биткоина. Но теперь, похоже, занимается этим сам. Что касается Китая, можно было бы ожидать от них больше внимательности к тому, в какие именно активы граждане Китая пытаются бежать, спасаясь от девальвации, вызванной массивным печатанием денег. Но дело в том, что Китай ничего не может сделать, так как биткоин является той самой системой, которая не требует центрального органа и посредника в виде банка для функционирования. Биткоин не знает границ и существует вне банковской системы. Поэтому даже запрещая транзакции, связанные с криптовалютой, Китай все равно не может остановить биткоин. И он это подтверждает сам, утверждая, что криптоторговля в стране растет. Китайский народный банк признает, что криптоторговля растет в Китае. Я думаю, что мы можем ожидать продолжения таких нападок против биткоина со стороны Китая. Так как 20% ВВП Китая, заключенных в рынке недвижимости, сейчас находятся в бедственном долговом положении. А значит, печать юаней и их обесценивание продолжится. Но стоит ли из-за этого пугаться? Да, биткоин может упасть так же, как в сентябре, когда он упал с 5000 до 3000 долларов. Но это была отличная возможность для покупки в долгосрочной перспективе. Ведь даже несмотря на вот эти все медвежьи потрясения впоследствии, эти 3000 долларов превратились в 66 тысяч долларов. На пике. Да, нужно было подождать 4 года. Ну а как ты хотел? Ты хотел разбогатеть уже завтра, это так не работает. Только время и только усилия. Вот что приводит к большому богатству, которое меняет жизни. Ничего не дается так просто, как хотелось бы. Поэтому для меня все эти просадки являются очень хорошими скидками, даже несмотря на возможность того, что биткоин может упасть вообще до нижней границы этого канала. Это около 28 тысяч долларов. А это может произойти, ведь мы не можем удержать вот эту трендовую линию в качестве поддержки. Мы об этом говорили. Если мы удерживаем ее поддержкой, то нас ожидает продолжение роста. Если же она становится сопротивлением, то мы можем увидеть падение биткоина. Но даже если это случится, я все равно рассматриваю эти просадки как хорошую возможность для покупки. Купил здесь, купил здесь, купил здесь. А потом на следующем росте продал здесь, продал здесь, продал здесь и забрал свои профиты. Только на падении мы можем построить хорошее богатство. Я уже не раз это повторял. И сейчас китайский народный банк дает нам эту возможность. Но об этом более подробно я расскажу в следующем видео, которое я сейчас готовлю. Это будет большое видео с анализом анчейн-метрики, а также техническим анализом биткоина. Я не уверен, что я успею его сделать до сегодняшнего вечера, но постараюсь. Если что, оно выйдет завтра. Поэтому подписывайся на канал. Здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. Ставь лайк, если видео тебе было интересным или полезным. А также не забывай делиться видео с друзьями, комментировать и обязательно богатеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok